К другим новостям. В исторической части города Чебоксары находится одна из старейших действующих тюрем в России. Настоящая крепость, обнесенная мощными стенами. В этом году зданию следственного изолятора номер один 365 лет. Специально в честь памятной даты в СИЗО устроили настоящий пресс-тур для ведущих СМИ республики. На экскурсии за метровыми стенами побывали Галина Титарчук и Евгений Анисимов. Каменный режимный корпус тюрьмы был возведен в 1648 году. Городская тюрьма имела статус пересыльной. С 1871 года стала называться Чебоксарским тюремным замком. Возле нее проходил Владимирский тракт. Как СИЗО номер один тюрьма значится с 1964 года. За три с половиной века здание не сильно изменилось. Больше того, 10 камер из 39 имеющихся – те самые. Здесь находятся и те, кто ждет решения суда, и те, кто отбывает наказание. Просто так на эту территорию не попадает никто. Открывание здесь производится оператором, который находится в дежурной части. С годами условия содержания стали значительно мягче. В камерах провели ремонт, избавились от грибка. Обустроили современный туалет. Солому сменили матрасы. Имеется телевизор и холодильник. В женских камерах горячая вода. О таких удобствах сто лет назад заключенные могли только мечтать. К слову, ремонт одной такой камеры обошелся в 75 тысяч рублей. Уменьшена численность. Улучшено. Действительно, туалет раньше было. Все это, так сказать, прямо наружу выходило. Ну, неприятно было. Сейчас все-таки более или менее цивилизованно становится. Каждый из содержащихся в СИЗО получает квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. В течение 20 лет в изоляторе работает штатный психолог. Психолог после постановки изучения личностных особенностей, постановки диагноза, всю работу свою психологическую направляет на адаптацию новых условий изоляции, оптимизацию межличностных отношений и, соответственно, подготовки к освобождению. Одна из проблем – перенаселенность камер. К началу прошлой недели здесь содержались 169 человек. А это на 6% больше планового лимита наполнения. Однако в истории тюремного замка было и такое, что здесь одновременно находились 800 человек. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.